На моих часах время 7 вечера. Сейчас суббота. Как вы думаете, почему мы не дома, ни в кроватке, не смотрим телевизор? Потому что сегодня ночь музеев, и мы пошли развлекаться. Первая остановка – выставка «Веломотоэпоха». Настоящий рай для мужчин. Здесь и первый деревянный велосипед, придуманный, между прочим, крепостным Ефимом Артамоновым, и мотоциклы советских времен, и уникальный в своем роде складной мопед «Хонда». Она сладкая, конь-педальный, с 71-го года выпуска. Красиво, мне идет нормально, да? Я похожа на этот? Вот так, подрисуешь потом. Пушки, копья, сапли – все это крепость Челяба. А какой Южный Урал без горно-добывающей промышленности? Этот зал очень интересный. Это раздел горных заводов Урала. То есть это наша изюминка, чем славен именно наш край. И он, вот как вы видите, вызвал просто вот такой вот ажиотаж. Сему очень интересно, что это за пушка, а почему это вот весы, а почему они… Весы, они называются весы-домины, то есть на них взвешивали руду. И как можем видеть, что это вот комплекс. То есть бадья – это предназначалось для добычи руды и шурфа. То есть ее спускали в шурф вниз, накладывали руду, вытаскивали руду, взвешивали, и потом она уже отправлялась в плавку. Иногда за углом нас поджидали удивительные открытия. И на меня плывет большой краб, что это устрица. Только в этот вечер в залах можно было встретить элегантных дам и кавалеров. В интерьеры музея они вписались идеально и, кстати, с удовольствием рассказали о том, какими были балы в 20 веке. В начале 19 века танцы очень сложные, очень красивые, но уже в начале 20 века все ходят пешком. Да, это красиво, но это уже не те балы, которые были раньше. Вот в наше время, да, как раз-таки начиная с 19 века, родители могли говорить, в наше время было по-другому. Открыта для посещения была и крыша исторического музея. Здесь можно было не только красивыми панорамами Челябинска насладиться, но и увидеть, каким был город в прошлом веке. А внизу посетителей тем временем встречала матушка природа, гном и любопытный турист. Вообще Урал – это одна из самых богатейших кладовых различных минералов в мире. По сути дела, кроме Урала, есть еще две таких кладовых. Это на Кольском полуострове и в Соединенных Штатах Америки. Огромное количество минералов открыто впервые именно на Южном Урале. С виду, можно сказать, что это просто глыбы камня. Ничем не привлекательные и вроде как непонятно, почему они здесь. Но когда рассказываешь какие-то интересные факты, изюминки, для чего используется вроде бы обыкновенный камень, конечно, это интересно должно быть всем, не только детям, но и взрослым. Обычно в музеях просят соблюдать тишину, но в этот вечер летнюю эстраду захватил рок. Да такой, что стоять на месте было сложно. Субтитры создавал DimaTorzok